Взрывная волна. Сегодня в Чебоксарах массово эвакуировали школы и торговые центры. Его года – наше богатство. Ветеран Великой Отечественной войны Ипатий Ильин отметит 100-летний юбилей. Театр по назначению врача. Чебоксарские школьники с ограниченными возможностями здоровья готовят кукольный спектакль. Волна лжеминирований захлестнула страну. Сообщения об угрозах взрыва поступили в десятках регионов России, в том числе и в Чувашии. Сегодня в Чебоксарах массово эвакуировали школы и торговые центры. Репортаж с места событий. Сигнальные ленты, сотрудники полиции, пожарные, медики и спецтехника. Во второй Чебоксарской школе учебный день неожиданно завершился. Все из-за этого анонимного письма на электронку. Сообщение о заминировании школы поступило примерно в 10.40 утра. В считанные минуты прошла эвакуация. Учеников младших классов разместили в центре маутинбайка. Сейчас территория вокруг школы оцеплена. В спецслужбу ждут приезда кинологов. Я увидел пожарную машину, заинтересовалась, что случилось. Потом вижу пожарник стоит и говорят, в нашей школе какая-то там ситуация, давайте эвакуироваться. Мы все быстро взяли куртки и вышли. Паники вообще не было. У нас в школе проводится два раза в год учебная эвакуация. Но мы быстро справляемся обычно. Быстро эвакуировались и ученики другой столичной школы, 61-й. Здесь тоже поступило сообщение об угрозе взрыва. Ну, вон жена за компьютером сидела. Ей пришло сообщение от учительницы. Прибегите, срочно заберите детей. Сказали, школа заминирована. Все, детей разбирайте все. Дети все на улице. Вот кто видел это все сообщение, те родители прибежали, забрали детей. Остальных детей разместили в соседнем спорткомплексе. Массовая эвакуация прошла в 11 столичных школах. Учебные заведения вынуждены были покинуть более 11 тысяч человек. Была проведена без какой-то паники эвакуация детей. И надо сказать, что было принято все меры, чтобы обезопасить тех учащихся, которые обучаются в наших образовательных учреждениях. Никаких-то там эксцессов, чрезвычайных происшествий не было. Отходите на безопасное расстояние. Прерывать рабочий день пришлось и сотрудникам ряда торговых центров Чебоксар. Эвакуация посетителей также прошла организованно и без эксцессов. Была общая тревога. И по рации объявили, что надо всем покинуть срочно здание. Чисто в нашей зоне, где мы работаем, там ничего такого не происходило. Сейчас мы вот ждем в ожидании. Каждый объект проверили кинологи с собаками. Все сообщения о минировании оказались ложными. Проведены проверочные мероприятия, в ходе которых устройств, представляющих опасность, не обнаружено. В настоящее время полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление личностей злоумышленников. Ситуацию в регионах прокомментировал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков. Подобные волны имели место и в прошлом. Это наказуемое деяние. Специальные службы работают. Хочется надеяться, что подобные действия будут раскрыты. Такую цитату приводят федеральные СМИ. Татьяна Леонтьева, Ирина Волкова, Павел Рядков, Андрей Шоклев. Республика. Новые дороги, качественное образование, доступное жильем. Это ключевые задачи государственной программы комплексного развития сельских территорий. Ход подготовки документа обсуждали накануне в Москве. Среди участников расширенного совещания и глава Чувашии. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Подробная стенограмма совещания на сайте правительства. Дмитрий Медведев отмечает, что на этапе разработки приоритетной программы необходимо определить четкие цели. Только в этом году на развитие сел в бюджете заложили 25 миллиардов. Очевидно, что успехи нашего агропромышленного комплекса связаны не только с мощной государственной поддержкой, которую мы оказываем в последние годы сельскому хозяйству. Это прежде всего заслуга людей, которые работают и живут на селе. И мы обязаны обеспечить им нормальные условия жизни. Нужен комплексный подход к формированию нового типа сельских поселений. Есть поручение президента о разработке новой госпрограммы развития сельских территорий. В резиденцию Горки-9 приглашены руководители регионов, где была успешно реализована предыдущая программа развития села. За пять лет за чертой городов возвели более 4 миллионов квадратных метров жилья. Построены новые школы, дороги, спортивные площадки и клубы. Впереди масштабные задачи. По итогам командировки в Москву глава республики провел рабочую встречу с членами Кабмина. Задача наша, всех отраслевых министерств, работая с отраслевыми министерствами на федеральном уровне, представлять свои предложения, проекты. Почему я это говорю? Потому что четкие целевые индикаторы будут обозначены по выделенным средствам. Те предложения, которые обсуждались, кроме новых объектов, вчера мы предложили, мои коллеги тоже предложили, Дмитрий Андреевич поддержал, потому что нет необходимости строить новые школы, где у нас старые школы. Это капитальный ремонт, реконструкция, модернизация существующих учреждений социальной сферы. В программе обозначат конкретные цели. На селе должно повыситься качество медицинской помощи, созданы новые рабочие места, развита транспортная сеть. В республике, где в сельской местности проживает более 450 тысяч человек, делают ставку и на реализацию проектов, основанных на местных инициативах. В этом году подано в четыре раза больше заявок. Средства, которые по расходной части на выполнение тех мероприятий государственной программы Российской Федерации «Комплекс на развитие сельских территорий», начиная с 2020 года, по представленным предложениям регионов, 200 миллиардов рублей. Вчера это было обозначено. На пять лет это практически не менее одного триллиона рублей. Проект госпрограммы должен быть завершен до 15 марта. Ожидается, что уже в июне документ утвердит президент. Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Республика. Жизнь длинную в век. 3 февраля ветеран Великой Отечественной войны Ипатий Ильин отметит столетний юбилей. Воспоминания того, кто пережил голод в Поволжье, гражданскую, советско-финскую и Великую Отечественную войны и успел поработать чернорабочим, редактором телевидения и лепщиком брельефов, слушала Ольга Пырочкина. А вот это, вот моя сестра, Мария. Накануне векового юбилея Ипатии Анисимовича уже подводит зрение, но не память. Его рабочий стол никогда не пустует. Сейчас родные готовят к печати мемуары Ипатии Анисимовича. Там будет про попытку спастись в Сибири от голода, который свирепствовал в Поволжье, и про то, что бабушка с дедушкой, которые остались в Чувашии, его пережить не смогли. А еще о том, как узнал о войне наутро после выпускного из Батревского педучилища. Наши ребята пляшут, а о войне еще не знали. О войне узнали только 10 часов дня. Так из педучилища Ипатий Ильин попал в артиллерийское в Рязани, а затем на Ленинградский фронт. Одно из самых страшных воспоминаний – начало наступления в районе Пулковских высот. Первый раз в настоящую войну я попал 15 января 44-го года. Это был уже, что называется, самый передний край. Передовая тогда, да? Да. Первый же день, первые же часы погибли. Вот так. А я не знаю, остался целый. И гранатами не выбрасывали, было дело. И чуть не заели. О том, что будет отмечать вековой юбилей, тогда, конечно, не думал. Слишком часто жизнь оказывалась на волоске. Однажды в окопа пала граната, судя по всему, фосфорная. И не оставила ни царапины. Левая половина, все, яйцо, шинель, сапоги, все. Зеленый цвет покрасился. И неделю я крашеный ходил. Питание войск под Ленинградом было, конечно, лучше, чем в осажденном городе. Но ветеран до сих пор помнит блюдо из свекольной ботвы под названием жирлярт. Мирную жизнь почувствовал, когда смог досыто поесть любимого блюда. Каша. Каша. Самый простой, да? Самая хорошая, интересная каша – это овсяная каша. По специальности, полученной в педучилище, Ипатий Лин так и не поработал. В 69-м попал на только что открывшуюся в Чебоксарах телестудию. Вот Николаев, космонавт. Они поют, а он слушает, а я вот сверху снимал. В его трудовой книжке множество мест работы и профессий. Но больше всего юбиляр любил ту, что позволяло сочетать заработок и хобби, профессию лепщика. Капитель колонн русского драмтеатра в Чебоксарах – дело его рук. Его же бригада украшала жилые дома в центре. Вот эти старые дома 50-х годов там на комбинате, по проспекту, у них карнизы, ну, капители или как они там называются по архитектурному, не знаю. Они делали формы и потом отливали их. И вот все эти дома их бригада делала в основном. Поэтому он когда проезжает и видит, говорит, о, это моя работа, это я оставил здесь в Чебоксарах свой труд. 3 февраля поздравить Ипатия Нисимовича приедут родные со всей страны. Мы желаем ему еще много раз услышать фразу «С днем рождения». Ольга Пырочкина, Павел Оридков, Республика. Программа «Земский доктор» работает с 2012 года. И за это время в Чувашской Республике трудоустроились почти 400 врачей. Это существенно снизило остроту нехватки специалистов на селе. А с началом действия программы «Земский фельдшер» работу нашли более 30 специалистов. Один из них работает в Аллатрском районе Республики. С ним вас и познакомит наша съемочная группа. ФАП Селья-Анютина Аллатрского района обслуживает 8 населенных пунктов. Это 308 человек. Принимает здесь фельдшер, который специально приехал из Ульяновска. Давайте с ним познакомимся. Владимир Сазанов родился в Ульяновской области. Закончил Ордатовский медицинский колледж в Мордовии. В армии служил медбратом. В этом ФАПе работает с апреля 2018 года. Мне с детства хотелось помогать людям, лечить. Потому что я села тоже. У нас были такие случаи, когда вовремя долго не могут добраться. Скоро помню, когда метели тоже. Мне становится жалко, я охота что-то сделать, как-то помочь. Но решил, что я подрасту и поступлю в медицинское и буду врачом. Несмотря на то, что по образованию и должности Владимир Фельдшер, он фактически выполняет функцию врача. Принимает больных с различными заболеваниями. Это и гипертоническая болезнь, и остеохондроз, и сахарный диабет. Проблемы бывают разные. У меня ребятишки маленькие. Бывает, я и с детьми прихожу. Он дает направление на прививки. По диспансеризации, если года подходит, он направляет всех на диспансеризацию к своим специалистам. Ноги болели. Это там приписали. Коленка болела. Это сентябрь, октябрь. Вот так вот. Вот он мне уколы делал. Заказал ему таблетки. Ну что, с первого года, что ли, будет специалист? Присматривается. Ну как же. Научится. Как же. Ну конечно, желание. Главное, желание есть у него. Желание работать и развиваться у Владимира отмечают не только пациенты, но и коллеги. Галина Преснякова в медицине трудится более 20 лет. Говорит, что Владимира пациенты любят и уважают. Идут люди, идут. Уколы, прививки он всем делал. Идут. У нас большинство здесь пожилые люди, они же в город не могут. У нас автобусы не ездят. Вот они все сюда идут. Если вызовешь, он сам туда идет. На территории Алатарского района функционируют 8 отделений, где принимают врачи общей практики и 15 ФАПов, где работают фельдшеры. Медицинский пункт в селе Анютино появился в 2013 году, чему жители очень рады. В 2019 начнется строительство еще одного в селе Ячиксы. Транспортная доступность не всегда хорошо функционирует. И поэтому в данном случае, в данном случае, то есть наличие данных фельдшерско-акушерских пунктов во многом решает проблемы населения. Решать проблемы населения в этом ФАПе Владимир Сазанов собирается как минимум в ближайшие 5 лет. А может и дольше. В его планах создать семью и завести детей. Самое главное, отметил он, чтобы у всех было здоровье. Ольга Алексеева, Бахтиар Велиев, Республика. Театральная терапия. Благодаря проекту «Особые разные равные» чебоксарские школьники с ограниченными возможностями здоровья попробовали себя в роли настоящих артистов. Театральная мастерская-студия в Чебоксарах заработала в мае прошлого года. Ее организаторы «Союз женщин-чуваший» и «Республиканский театр кукол» вошли в число победителей конкурса фонда президентских грантов. Давайте вдохнем. И постараемся поставить все вибрации вот сюда. Каждая встреча кукольников с детьми начинается с такой логаритмической, пальчиковой и мимической разминки. Артистам важно развивать силу голоса, работать над дыханием, укреплять мышцы лица, чтобы в зале слышали каждое слово, произнесенное со сцены. Особое искусство – оживить куклу, чтобы зритель поверил, с головой окунулся в сказку. В спектакле я бы хотел играть медведя, а это мой новый друг. Он хороший, добрый, красивый. Как ты управляешь этим медведем? Ну, тут вот есть это для головы, и вот тут вот для того, чтобы ходить. У этих детей особое детство. Им часто приходится преодолевать свои страхи, боль. Такие занятия помогают им почувствовать себя увереннее. А затем и лучше адаптироваться в любом коллективе. Арт-терапия – это не только лечение искусством, в прямом смысле слова. Это радость творчества и общения. Радость, которая дает силу жить. Действовать даже тем, кто обделен здоровьем. Искусство, играющие куклы, будут обладевать не только дети, но и их родители. Самое интересное, что дети наши особенные, и поэтому кому что понравится? Кому-то понравится, возможно, быть декоратором, то есть прекрасные костюмы придумывать и рисовать. Или там, допустим, деревья, реки, горы, все, что нужно для спектаклей. А кто-то будет действительно владеть куклой и станет настоящим актером во время наших спектаклей. А кто-то будет придумывать пьесы. Сейчас репетиции идут каждую неделю. До премьеры остается всего месяц. Первый инклюзивный спектакль можно будет увидеть уже в марте в Чубаксарской начальной общеобразовательной школе номер 3. А затем маленькие артисты отправятся в гастроли и выступят и на других площадках. Галина Титарчук, Борис Андреев, Республика. Музыка народа. С 3 по 21 февраля в Чуварском государственном театре оперы и балета пройдет фестиваль Чуварской музыки. Что ждет ценителей, расскажет Юлия Важенина. Лучшие классические произведения чувашских авторов ежегодно звучат в стенах театра оперы и балета. Фестиваль национальной музыки для республики стал уже традиционным. На этот раз он откроется необычно гала-концертом. Фрагменты опер, оперет, произведения классиков Чувашии и современных композиторов. Все это прозвучит на открытии фестиваля. Столкнувшись с музыкой Чувашской, я настолько был поражен качеством этой музыки. Как отдельная миссия, я сейчас начинаю пропагандировать эту музыку и за пределами республики. Все запланированы уже исполнения отдельных произведений в других регионах, что я считаю очень важным. Поскольку я считаю, что люди должны знать лучше, что есть в культуре нашей большой и объятной Родины. В программе фестиваля самые яркие спектакли. Одна из них – «Шавармань». Кстати, именно с нее началась когда-то история Чувашского оперного театра. Она стала его визитной карточкой. Мы с удовольствием проводим фестиваль Чувашской музыки. И он действительно развивается, потому что кроме тех спектаклей, которые идут в репертуаре театра, всегда концертная программа и интересная программа. Причем каждый раз она не похожа на предыдущую, потому что концепция программы не повторяется. Зрители увидят оперную классику «Нарспи» Григория Хербю. Обязательно будет и балет с арпеге, который танцует уже почти 50 лет. И долгожданная премьера «Атила. Возрождение легенды» на музыку Чувашского композитора Андрея Галкина. Национальный спектакль с элементами народной хореографии и стилистическими костюмами уникален по своей сути. Миф о герое-богатыре представлен в эпосах многих народов мира. Юлия Важенина, Алина Сусметова, Борис Андреев, Республика. 9 февраля Чувашия присоединится к всероссийской массовой лыжной гонке «Лыжня России». Заезды пройдут во всех районах и городах республики. Центральный старт в Чебоксарах в районе аэроклуба. 2019 метров. В этом году длина дистанции, которую пройдут первые лица республики. Общий старт 3 километра. Для юношей и девушек младше 18 лет подготовили трассу 5 километров. В два раза длиннее маршрут у женщин и мужчин. Регистрация участников начнется в 8.30 утра на месте проведения старта. В комиссию нужно будет предъявить паспорт и свидетельство о рождении, полис и справку допуск врача. Для тех, кому еще нет 18 лет. Церемония открытия «Лыжней России-2019» назначена на 11.45. Общий старт участников в 12.10. Победители и призеров на всех дистанциях и во всех возрастных группах ждут призы и дипломы. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Субтитры подогнал «Симон»